Вот это сорт репы гейша после хранения. Сейчас конец декабря, Новый год на носу. Мой любимый сорт репы это сорт Петровская. И она у меня уже вся использована с успехом. И осталось немножечко корнеплодов вот этой репы сорта гейша. Обычно я стараюсь репу тоже очень долго не хранить и использовать в первые месяцы после уборки. То есть репка она у меня долеживает до Нового года. Ну вот в этом сезоне несколько корнеплодиков еще осталось. Я вот хочу сейчас посмотреть в каком они состоянии и какого вкуса. Репку разрезаю. И вот посмотрим как выглядит репка после хранения. Видно что репа в целом сохранилась довольно неплохо. И запах от нее специфический репкой пахнет свежий. Ну вот сейчас посмотрим все-таки какого она вкуса. Отрезаю ломтик репы и сейчас попробую. Что тут можно сказать? Вывод можно сделать следующий. Репка в целом сохранилась удовлетворительно. То есть она вполне съедобная. Кушать ее можно. Но к сожалению я должен констатировать тот факт, который собственно мне и раньше был известен. Просто я решил еще разочек попробовать. Что репу лучше всего использовать в течение месяцев-двух после уборки. Потом корнеплод становится уже немножечко суховатым. И вкус конечно уже не тот, как у свежей репы. А я люблю использовать репу в свежем виде в салатах. Поэтому так долго хранить конечно ее нежелательно. Хотя она вполне пригодна для еды и после такого хранения. Если использовать ее с каким-нибудь соусом или тушить с овощами, то она вполне еще будет достаточно полезная и вкусная. Хотя не все корнеплоды так. Некоторые не теряют вкуса практически до лета. Например брюква. Но репа она очень нежная, она не такая. И редко она после нового года уже остается такой же вкусной, как после уборки. Но тем не менее репа это замечательный корнеплод. Рекомендую всем выращивать репку и с удовольствием ее кушать. Вот это репа гейша. Но мой любимый сорт, я уже упоминал, это сорт петровская. Она уже вся расходована.